Друзья, всем добрый день. Сегодня выступлю в роли интерьера. Иногда это буду делать. Собеседник это Юлия Валерьевна, замечательный директор по маркетингу компании «Этажи». Решил начать с нее. Минут 30-40 будет все продолжаться. Вопросы, естественно, она заранее не знает, понятное дело. Иначе неинтересно. Поэтому давайте начнем. Юля, расскажи мне, в чем, на твой взгляд, смысл жизни? Для меня лично смысл жизни первое в семье заключается. Потому что через семью, через своих детей, мне кажется, мы передаем развитие на будущее. Второй смысл жизни для меня — это постоянное развитие самой. Потому что мне кажется, как раз я в последнее время активно рассуждаю на тему выгорания. Если мы не развиваемся, то мы как раз стагнируем, появляются все эти демотиваторы, выгорание и так далее. И третий смысл жизни — просто быть счастливым каждое мгновение. Это очень сложно ловить счастье в каждом мгновении, и хотелось бы делать это чаще. Слушай, примерно какой процент времени ты счастлива? Скажем так, на операционном уровне эмоций. Не в целом? В целом, я думаю, ты счастливый человек. Вот чтобы прям ловить мгновение счастья, наверное, не так много. 30% времени, когда я чувствую себя реально счастливой. Это много, кстати. Ты молодец. Хорошо. Слушай, дальше вопрос хотелось тебе задать. Как сама считаешь, причина, почему большинство людей не получается, всего хотят, стараются, но не получается? Можешь какое-то свое мнение порассуждать на это дело? Да. Я считаю, что одна ключевая причина — это лень. Первое — это лень, потому что мы много рассуждаем, но мало делаем, к сожалению. И как раз читала книгу «Atomic Habits», там говорилось о том, что мы все про сиюминутное удовольствие. Это атомные привычки, да? Да-да-да. Что мы все про сиюминутное, но никак не про то, чтобы делать что-то системно. Первое — это лень. Второе — это отсутствие регулярных, правильных привычек для достижения цели. Если ты чего-то реально хочешь в достижении цели, нужно это делать каждый день планомерно. Это будет больно, это будет не увлекательно, это будет неинтересно, скорее всего, особо. Но когда ты достигнешь цели, ты поймешь, что вот он результат, к которому я шел. А большинство, к сожалению, это не делают. Ты настоящий трудоголик, я это знаю, мне кажется, таких мало. Я трудоголик по жизни с детства. Не знаю, как это рассуждала, но тем не понимая, как это заложили родители. Условно, в гимназии нас учило всего 8 человек 9-11 класса. Круглая отличница была, всегда меня спрашивали каждый день. И меня, в принципе, ничего и не мотивировало, просто было желание учиться. То есть я могла и в час ночи, и в два ночи учиться. Родители книжки забирали, чтобы я не училась. Но не особо помогала. Не могу сказать, почему, как это появилось. Сколько себя помнишь, уже трудоголик. Хотя, наверное, это заложили родители. Потому что была школа, гимназия, была музыкалка, были танцы. И все надо было совмещать, успевать. У тебя сейчас прекрасная дочь Василиса. Расскажи, ты ее как себя развиваешь, или ты как-то видоизменила процесс? Можешь чуть подробнее? Я считаю, что очень требовательна к ней. То есть даже больше требовательна, чем мои родители ко мне. И это накладывает, не скажу, что это, наверное, хороший отпечаток. Я периодически себя пытаюсь держать в руках и говорить, Юль, ну это же как бы ты не к себе, а к ребенку предъявляешь такие требования. Вот, хотелось бы, чтобы у нее больше получалось, больше успевало, больше чем-то интересовалась. И иногда мне кажется, что мы у детей потихоньку детство отнимаем. Но продолжаем все равно. И самое смешное, я пытаюсь с собой работать, но периодически я понимаю, что требую сильно много от нее. Слушайте, как с мужем познакомилась? Познакомились мы, я была на первом курсе, он был четверокурсником, или пятикурсником уже тогда. Как это называлось студенчество? Посвящение студент, мероприятие называлось. Ну, студенческая весна что-то такое. Да, где первокурсники там выступали, знакомились, вот там и познакомились. Он как, сам подошел или как? Да, ну, мы были заочно знакомы через модельный бизнес. А, ну, ты сейчас расскажешь про это. Да, и, соответственно, ну что, девочки пришли красиво одеты, нарядные, мальчики пришли девочек искать, так и познакомились. Причем, самое смешное, ну, родители меня воспитывали примерным ребенком, и, там, чтобы я куда-то с мальчиками ушла, он такого вообще не было. В смысле, до 17 лет? Ну, отпускали на дискотеке, да, ну, чтобы вот, например, от какого-то мероприятия с кем-то ушла, и, в общем, они меня потеряли в итоге. Мы с Иваном визуально немного похожи, но все говорят, что она ушла с братом. В общем, поэтому сначала никто не беспокоился, а потом поняли, что она ушла и не с братом, когда брат пришел домой. Так, понятно. Так, интересно, так, ты говоришь, модельный бизнес, там, ну, многие знают, что ты у нас, там, по-моему, вице-мисс в Тюмени была, да, в свое время? Тебе сколько лет было? Первый раз я в имидже участвовала в 16 лет, а потом еще через два года, по-моему, участвовала. Слушай, а не выиграла, то тебе там опередил-то? Первый год была Сапоженкова Татьяна, второй год тоже Татьяна, но не помню, как ее звали по фамилии. Слушай, ну, так, если в двух словах, все-таки красота помогает в работе или нет? Нет, я, как бы, сторонник все-таки пропаганды гендерного неравенства. То есть я считаю, что оно все равно есть. И, наверное, почему я выбрала именно интеллектуальный бизнес, а не карьеру, там, модели в свое время, потому что мне не хотелось, чтобы меня воспринимали просто как красивую девушку. Ну, то есть ты ближе к феминисткам, да? Ну, да, я за то, что все равны, там, женщины такие же права, они такие же умные, сообразительные, обаятельные, привлекательные. Не, ну, в этом, мне кажется, нет сомнений вообще никогда. То есть, понятно. Ты так работу не часто меняешь, то есть, я так понял, в Запсибе... И здесь. И здесь, в Запсибе там 13 лет, не сколько лет, да? 13 лет, да. Потом в этажах уже почти... Три с половиной. Три с половиной, ну, еще по мне три с половиной. Да, да, подхожу. Подходишь к этому периоду. Вот, расскажи, не привязки к компаниям, да? Вообще, как советуешь правильно выбирать компанию? Вот, я сейчас многие, допустим, уже думают о смене работы, знаете? Или как ты считаешь, надо выбирать компанию? У тебя вроде это неплохо получается. Я даже, перед тем, как уйти из Запсибкомбанка, формировала для себя критерии, по каким бы я выбирала компанию для смены. То есть, для меня важна, на самом деле, я изучала финансовые отчеты компании. То есть, я себе ставила... Стабильность компании для меня была важна. Потому что я считаю, что если компания финансово стабильна, есть чистая прибыль, значит, есть возможность инвестировать в свое развитие. Второй показатель, который я смотрела, наличие стратегического видения, стратегии. То есть, изучала, как компания вообще себя позиционирует, что она пишет, какие у нее долгосрочные цели. То есть, мне было важно созвучие, условно, с собой. Третье, что я обязательно смотрела, я изучала собственника. То есть, это тоже мы не будем исключать. Потому что сейчас первые лица активно ведут и свои блоги, и дают интервью. Поэтому послушать, посмотреть, а чем живет реальная компания. Потому что на бумаге стратегии можно писать одну, а в реале это совсем другое. Это тоже такой важный для меня фактор. Сколько лет на рынке? Тоже не буду исключать. Если компания проходит определенный период времени, она стабильно, значит, переживала уже не один кризис, значит, знает, как работать с этим. И я вот неонократно говорила, что для меня, как и банк, например, запись в Кумбанк, была системообразующая компания, это Жип, пройдя уже 20 лет, тоже является для меня системообразующим. Потому что 20 лет на российском рынке это большой показатель, да, существенный. Ну и пятый фактор, еще раз, наверное, про стратегию и амбиции. То есть, вот мне, например, я до сих пор ношу бейдж с Америки, это Ж.ком, вот, условно. Для меня важна причастность к чему-то большему. То есть, я уверена, работаю в международной компании. Для меня это важно. Мне всегда хотелось попробовать себя не только в российском компании, но и та, которая может в будущем или уже вышла на международный рынок, чтобы себя попробовать в чем-то другом. Слушай, ну ты так затронула немного соцсети, не бои, да, вот я хотел бы твои затронуть. Ты недавно начала активный инстаграм вести, прям активно-активно. Вот. Сама ли ведешь? Первый вопрос. Сама. Ну, условно, как? У меня есть человек, с которым мы общаемся. В каком направлении развиваться? Условно. Консультант по соцсетям, да? Да, консультант по соцсетям, который мне назначает фотосессии. Там, условно, что он даю ли контент обновить, там, условно. Мы с ней проговариваем, с кем из блогеров можно было бы для развития социальных сетей пообщаться. И она с ними связывается, с кем можно провести эфиры. Но мысли писать в соцсети посты, сториз делать, я никому не доверяю. То есть посты пишу все самостоятельно, она их вычитывает, делает только корректуру на ошибки. И по сториз это тоже все мое самостоятельное. Работала я до этого с человеком, который делал за меня сториз, мне это не зашло. Это не про меня. Это как будто кто-то твой блог делает без тебя. В нем нет души, я считаю, когда кто-то другой ведет. А почему людям нравится смотреть жизнь других, на твой взгляд? Ты как бы заглядываешь за закрытые двери, смотришь, что у них получается, что не получается. Вообще, я считаю, что Инстаграм – это обман определенный, потому что мы там не совсем реальны. Ну, то есть мы показываем только позитив. А в нашей жизни, когда про счастье, например, 30% мы себя ощущаем счастливыми, а там как будто все счастливые 100% своего времени. На самом деле это не так. Наверное, может быть, мы компенсируем нехватку своего счастья счастьем другим и достижениями других. Слушай, вот у меня по этому дальше вопрос. Какой ты руководитель? Как ты сама себя видишь сейчас? Так можешь описать тремя-четырьмя прилагательными? Наверное, вдохновляющий. Выбирала, выбирала и выбрала. Вдохновляющий. То есть у меня очень важны принципы команды и вдохновления команды на большие совершения. Потому что, как правильно тоже сегодня говорили, все-таки ключевая функция руководителя – это чар-компетенция. Соответственно, мы должны их мотивировать и вдохновлять на достижение больших результатов. Вторая моя составляющая очень сильная, если раскладывать себя по методологии Adizis, это, к сожалению или к счастью, я администратор. То есть я не буду исключать, что я люблю контролировать большую часть моментов. Одно дело вдохновить, а другое дело для достижения результата, привести людей к достижению результата. Поэтому вторая – это административная функция, которую я… Но она у тебя реально сильная, я согласен. Причем именно в такой пропорции. Ты вдохновляешься и в то же время, знаешь, там операционку хорошо держишь. Какие проседающие функции? Тоже, наверное, надо про это говорить и осознавать. К сожалению, я для себя понимаю, что креативность во мне работает в следующем моменте. Если, например, выкинуть тему, я на ней придумаю заранее и приду, и начну креативить. То есть подумаю, мне нужно осознать. То есть я иногда не срабатывает механизм, что давайте подумаем на эту тему. Я могу замедлиться, задуматься, но вот есть такой момент. Скажи, пожалуйста, ты у нас как транжира, не в плане личных финансов. Как ты себя характеризуешь? Отношение к деньгам вообще дает немножко про это. Да, характеризую следующим образом. Мы же про семью говорим, в общем и целом. Семейный бюджет всегда общий. У вас общий, да? Да, общий бюджет. Я как его воспринимаю? Мой бюджет-то мой, мужа бюджет общий. Вот. Так, отлично. Вот, но зато мужа... Он так же думает? Надеюсь, да. Я считаю, что мужа воспринимаю как человека, который меня вдохновляет и мотивирует своим вниманием. А вот какие-то свои повседневные затраты я на него не распространяю. То есть это полностью моя составляющая. То есть я считаю, что женщина может сама за собой следить и все это делать. По поводу финансов. На самом деле, я, наверное, к осознанию того, что надо копить осознанно и тратить деньги осознанно, шла очень долго. Возможно, чего-то не хватало в детстве обычно. Такое бывает, что жили мы тогда в СССР, было все ограничено, мама меня одевала в свои вещи, потому что на мой рост было сложно что-то купить. Поэтому при достижении определенного финансового благосостояния, к сожалению, сработал, наверное, стандартный механизм, что мне хотелось внешних благ. Но, к счастью, познакомившись с Иваном, меня сначала это очень сильно напрягало. Он говорил, надо планировать бюджет, экономить и копить. Инвестировать. Сейчас сколько получается? Около 80% моих накоплений в инвестициях. То есть ты 20% тратишь, грубо, из-за того, что зарабатываешь? У меня есть запас на черный день, который лежит. Я думаю, всегда такой должен быть. И 80% инвестировано, и 10% я позволяю себе тратить. Еще такой вопрос. Большинство людей считают, что любой успех – это удача. В большей мере. Серьезно. Это бытует точка зрения. А вот какая для тебя формула успеха? Примерно, вот лично для тебя. Мой преподаватель на музыке, Гаврил, мне всегда, Юль, знаешь, чтобы добиться результата, при игре на фортепиано, 99% усилий, 1% талант. Вот поэтому я руководствую себя. Мне почему-то вот с детства помнится эта фраза. По-моему, она прилежит даже Тому Суэдисону, насколько я помню. Поэтому я уверена, что трудолюбие, и 1% таланта, и успеха только лежит в основе. Я когда начинала играть на фортепиано, я не могла играть двумя руками. Наверное, пару лет у меня они не сходились. Но зато по истечении, там, скольки получается. Цикл у нас был 8-9 лет обучения, я занимала первые места по технике игры. Ну, соответственно, доказывает, что усилия все-таки, а не талант. Так, немножко такой блиц-блиц вопрос. Что со спортом? Три месяца, не срываюсь. Не срываюсь. Вообще, я спорт эдикт была определенной перед времени, травмы определенной. Вот сейчас возвращаюсь счастлива. Да, хорошо. Слушай, мы были в Америке, да, вместе тоже, кто же был. Вот в двух словах основное отличие американской культуры и российской. Вот буквально. Что тебе как вот системно это поняла разницу? Свобода. Вот почему-то, знаете, какое-то внутреннее ощущение, что они другие с точки зрения осознания своих свобод, как с точки зрения высказываний, так и принятия решений. Второе, такое общее впечатление. У меня лично почему-то осталось больше отторжение от Америки. Возможно, эта свобода в какой-то мере переходит к грани разумного. Свобода в чем? Свобода в ориентации, свобода в допущении вот этих людей, переселенцев, так скажем. Когда вроде как свобода должна давать больше прав и возможностей, а с другой стороны она уже как-то трансформируется в что-то не совсем правильное, не соответствующее нормам, канонам. Может быть, нормы канонам тоже плохо. В общем, какое-то такое вот ощущение. Я просто был свидетелем. Юля вот когда туда ехала, мне кажется, была одна в ожиданиях, а потом, мне кажется, поменялась. Да, поменялась. То есть у меня нет такого, что я очень хочу вернуться в Америку. Наверное, нет. Тоже интересно, если откровенно. Вот, хорошо. Еще такой один тоже короткий вопрос. Твое мнение насчет, скажем так, долгосрочного планирования. Ты у нас долгосрочный или считаешь, человек должен где-то вот здесь и сейчас уметь жить? Вот где у тебя баланс? Я прихожу к основанию того, что надо планировать долгосрочно. Все-таки так, да? Задолгосрочно, да. Я тоже помню, что у меня даже были карты, которые я себе составляла там на 5-10 лет вперед. Это дает ощущение, осознание того, что жизнь, она конечна. То есть мы, как правило, живем, кажется, что здесь сейчас все вот в моменте. А на самом деле плюс 5, плюс 10 лет прибавляешь, ты понимаешь, что скоро-то все закончится. Нужно как-то вот четче ставить цели и к ним идти. Я задолгосрочно. Слушай, ты очень много читаешь, да, прям это, как на это хватает время? Вот всех, я думаю, многих интересует вопрос, что ты там и сям, все, ты успеваешь. Как на чтение время находишься? Когда это происходит? Есть два момента. Это утро, аудиокнига, за текущими делами обычно. И вечернее время, это бумажная книга, потому что она дает возможность переключиться и спокойно завершить день. Это запланированное время и это просто обязательная привычка к исполнению. То есть приходишь домой, просто берешь и делаешь. То есть другого варианта нет. Слушай, даже тут этот тайминг, да? Ну, да, и мы вот в департаменте маркетинга на 5 человек вот завели эти правильные привычки, мы чекаем друг друга. Ну, не чекаем, конечно, просто соревнуемся, выполняем или не выполняем свои правильные привычки. Не обязательно правильные. Вот так. Слушай, немного такой провокационный вопрос. Когда ты понимаешь, что человека надо уволить, во-первых, тяжело ли это для тебя? Как ты к этому вообще относишься, к увольнениям? Как ты это делаешь? Для меня это всегда тяжело. Когда я была молодая, наверное, и вот начинающий руководитель очень резко это делала, это было не совсем правильно. Вот вдохновлять, когда я говорила про свое качество, вдохновлять, и потом вести людей, это вот получается, что вроде как твоя ошибка. Ты вдохновлял, увел, что-то к результату-то это не привело. И, как правило, вот, наверное, такой у меня есть большой минус, с которым надо работать. Я осознаю раньше, что надо убрать человека, чем я это делаю. То есть я понимаю, что вроде как уже все, но я пытаюсь еще давать шансы и попытки что-то поменять. С людьми расхожусь по-доброму. То есть у меня нет такого, что все, до свидания. То есть мы садимся, я выражаю свою позицию, человек выражает свою позицию. Мы, как правило, приходим к тому, что, наверное, настало время расстаться. И классно, когда мы к этому приходим заранее, до того, как настает какой-то критический момент. Потому что тогда ты человек уже понимает, что где-то жизнь его началась в другом, в другой роли, в другой компании. И, как правило, он испытывает тебе громадную благодарность, что ты приняла это решение. Вот я за такие этичные выходы больше. То есть комфортно, комфортно все должно быть. Да. Мне это больше нравится, потому что в моей жизни были некомфортные выходы, когда я прям прессинговала людей. Но потом, как оказывалось, мы опять пересекались, пересекались уже в других местах. И люди вполне адекватные, нормальные. Слушай, предпоследний вопрос. Склонно прощать людей? Или ты все-таки так внутренне зло хоронится? Или ты прощаешь? Склонно прощать людей. Вот, наверное, это тоже такой фактор. Не буду скрывать, что я эмоциональна. Меня достаточно легко задеть, но я вспыхиваю быстро и быстро погасаю. То есть условно там должен пройти вечер, день-два, и я уже готова вступать в нормальный диалог, а через какой-то период времени готова и прощать. То есть тут все... Да. Слушай, наверное, в заключении, если так вот, ну, твой путь сейчас проанализировать, вернуться, допустим, там на 20 лет назад, условно там плюс-минус, да, какие вот процессы ты бы хотела, чтобы лучше случились в этот период? Ну, так вот, если бы у тебя была возможность чуть-чуть что-то подправить, чтобы это было за эти 20 лет. Если говорить про свой там карьерный трек, наверное, я бы себе пожелала быть посмелее с точки зрения выражения позиции, открытости. Что мне казалось раньше, что нельзя руководителю говорить вот все, что ты думаешь. На самом деле это очень помогает в решении многих вопросов. Возможно, моя карьера бы где-то сложилась бы по-другому, если бы мы были более открыты. Поэтому всем, наверное, начинающим руководителям, молодым специалистам я рекомендую быть открытыми. Юль, ну, тебе большое спасибо за такое небольшое интервью. Я думаю, было интересно. Желаю тебе всяких успехов во всем. Спасибо большое. Все, спасибо.